Сегодняшняя тема. Холестерин ЛПВП, холестерин липопротеинов высокой плотности, принято называть «хорошим». Данные липопротеины переносят липиды из артерий периферических тканей в печень, снижая риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Это противоположно действию так называемого «плохого» холестерина ЛПНП, холестерина липопротеинов низкой плотности, который вызывает накопление липидов в артериях. В схему лечения многих сердечно-сосудистых заболеваний включены препараты, снижающие уровень ЛПНП. Наряду с этим, изучавшиеся в исследованиях терапевтические агенты, которые повышают уровень «хорошего» холестерина, не доказали свою эффективность в предотвращении инфаркта миокарда и инсультов. Подобный парадокс поставил под сомнение взаимосвязь между уровнем ЛПВП и риском сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому исследователи пришли к выводу о необходимости более детального изучения этих частиц. Исследование, опубликованное в журнале «Метаболисом», клиника Land Experimental, продемонстрировало, что не весь «хороший» холестерин полезен для здоровья. В работе были проанализированы генетические характеристики, которые определяют размер частиц холестерина ЛПВП, а затем изучена взаимосвязь этого показателя с риском развития инфаркта миокарда. Результаты исследования оказались неожиданными. Холестерин ЛПВП представлен гетерогенной группой молекул, несколько отличающихся по размерам. Вывод заключается в том, что более крупный размер ЛПВП напрямую связан с повышенным риском развития инфаркта миокарда. В то же время мелкие частицы «хорошего» холестерина более эффективно выполняют свою функцию «транспорт влипидов из периферических тканей в печень». Существует причинно-следственная связь между размером частиц холестерина ЛПВП и риском сердечного приступа, объяснил руководитель исследования, доктор Роберт Лассуа. Если нам нужно что-то сделать в отношении ЛПВП, так это увеличить количество мелких частиц, которые адекватно выполняют функцию захвата холестерина из периферических тканей и транспортируют его в печень для удаления, не позволяя накапливаться в артериях и вызывать сердечно-сосудистые заболевания. Лекарств, повышающих уровень ЛПВП необходимого размера, не разработано. Исследование подчеркивает новые терапевтические цели в области сердечно-сосудистых заболеваний, включая воздействие на несколько генов мишеней, связанных с особенностями строения частиц, хорошего, холестерина.